К сотням сравнительно честных способов отъема денег у населения, с которыми уже был давно знаком Остап Бендер, нынешние комбинаторы прибавляют все новые и новые опции. И, к сожалению, некоторые из этих ноу-хау построены с полным уважением к уголовному кодексу. Прекрасно, сегодня вечером я тебя ограблю. Ты заявишь в милицию. Это дело передадут в прокуратуру. Его поручит Коле, он найдет эти деньги и его не отправит на пенсию. Подождите одну минуту. У меня же оружие. Я же вынуждена буду стрелять. Старики-разбойники из фильма 71-го года упорно не хотели, чтобы их списывали со счетов. Даже планировали фиктивное нападение на инкассатора. В реальной жизни старики чаще становятся не безобидными бандитами, а жертвами. Вот вам свежий пример из зала Центрального суда. Они позвонили вечером. Молодой человек сразу мне говорит, Баба, у меня голос плохой, потому что горло болит. Ты не могла бы занять 3-4 тысячи. У меня детей нет, а внуков тем более. Но я стала продолжать с ним разговор для того, чтобы хотя бы узнать, с какого телефона мне звонили. После задержания трое молодых людей признались во всем сами. Брали вроде и по мелочи, но в итоге набралось около 2 миллионов рублей. У вас материальные претензии не умеются. Материальные места, моральные, это не только за себя, за всех остальных. Того не обманули. Столько обманутых дедушек и бабушек. Масло. Не стыдно? Стыдно. Мать есть? Конечно. А бобра, наверное, уже видят? Нет. Дело третьего внучка выделено в отдельное производство, потому что он заключил сделку со следствием. Этим двум прокурор запросил 6,5 лет реальных сроков, но каждый надеется, что дадут условно. Он рассчитывал на то, что его ходатайство о рассмотрении в особом порядке позволит получить ему минимальное срок наказания по всем статьям. Более того, рассчитывал получить условный срок. Галину Александровну обобрали на гораздо большую сумму, но ее история в сводки полиции не попала. Я на радио слышала рекламу, и я решила, что вот это лекарство поможет мне. Я говорю, сынок, помоги, я свепая буду. Я живу одинокая, мне даже и за хлебом некому будет сходить. Но он уверял меня, значит, как бы всяко надоедал, без конца звонил. Чудо не случилось. И вот уже два года 83-летняя женщина, пережившая четыре операции на глазах, добивается, чтобы люди из рекламы вернули ей деньги. Вот лекарство, две короткие. Акваломит. Это таблетированные конфеты, акваломит. Ну, понятно, что это не лекарство, но вам для этого, конечно же, ничего не везет. Дорого такая коробочка стоит? А цены на ней нет. Это в общей твитанции. А, она просто единой суммой. Ага. Да, вот 30 тысяч 390 рублей. Кассовый документ отправляет нас в Москву по адресу фирмы, которая ни к БАДам, ни к медицине, ни, скорее всего, к обману пожилых людей отношения не имеет. Не имел злого умысла и местный производитель биодобавок. В 2015 году в нашей предприятии производила данные препараты. Оптовая цена за одну коробочку составляла 200 рублей. Это касается обоих номинований. Ушлых перепродавцов Галине Александровне уже не найти. Теперь она надеется, что ее опыт поможет другим. По крайней мере, надо одно правило соблюдать. Если что-то рекламируется по телевидению, по радио, и вас просят прямо перезвонить, ни в коем случае этого не делать. Вот это вот просто табу для всех. Потому что если вы перезвоните, вам очень трудно будет это не купить. О том, как пожилые и инвалиды становятся легкой добычей для здоровых и молодых, много могут рассказать волонтеры благотворительных фондов. У нас были случаи, когда вот, например, бабушка Валентина Федоровна, к ней приходила девушка, продавала мед. Заканчивалось это тем, что у бабушки пропадала пенсия. И это два раза причем было. Бабушка даже не могла связать это. Она просто думала, что она куда-то делала деньги. Волонтерской работой Екатерина Соснова занималась и раньше. Но в 2013-м она основала фонд, назвав его в честь своей бабушки Евдокии Георгиевны. Толчком стала встреча с жертвой квартирных мошенников. У него нога была обмотана одеялом. И он пытался перейти, было скользко, и он не мог этого сделать. Я остановилась и предложила довезти его до дома. За Гиту Махметову пообещали уход и полмиллиона за квартиру. Но не дали ничего. Я в более ужасном состоянии квартиры вообще никогда не видела. Была отключена вода, электричество, не работающий туалет, ванна. И, собственно, дедушка вот в этом во всем жил. Спал на каких-то тряпках непонятных. В момент возвращения прав собственности на жилье старик дождался уже в доме ветеранов. А до того, чтобы в ней пожить, не дожил. История этого спасения и суда над мошенниками, за которыми тянулась серия подобных дел, попала в федеральную прессу. Как у вас дела? Как настроение? Как настроение у вас? Как вы настроили? Глаза на полу. Как вы настроили настроение, да? Даже в Арабских Эмиратах, где существует Министерство Счастья, никто не гарантирует, что у людей к старости должно быть хорошее настроение, а в дееспособном возрасте – совесть. Ну а уж у нас в России так вообще. Такие вопросы каждый решает для себя сам. Просто одни могут, а другие нет. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...